Добрый день, уважаемые садоводы! Сегодня мы хотели бы рассказать об особенностях выращивания вот такого моего, наверное, одного из любимых цветков – это гацания. Прекрасный цветок, очень яркий, насыщенный такой, всегда нас очень радует на наших садовых участках. Ничего сложного нет, и я думаю, что каждый садовод может это сделать, причем сейчас столько всего в магазинах в помощь нам для того, чтобы мы вырастили качественную рассаду. Что мы возьмем сегодня? Это, конечно, грунт, для гацани мы приготовили вермикулит, мини парничок, опрыскиватель и леечка. Уже на протяжении 20 лет занимаюсь выращиванием различных однолетних культур. В общем-то сейчас объемы у нас уже, конечно, достаточно большие, промышленные, но принцип работы остается такой же, как и тогда, когда мы выращивали на подоконнике и как сейчас выращивают большинство наших садоводов. Я, в общем-то, и сейчас также у себя на подоконнике выращиваю. Мне очень нравится этот процесс, мне нравится смотреть, как развиваются растения. То есть это целый период в нашей жизни, когда ты смотришь, как растение буквально от семечки превращается такое в прекрасный цветок. Ну а сегодня мы приступим к посадке. Значит, мы берем тазик, чтобы просто не запачкать все вокруг. Насыпаем земли. Смотрим, чтобы не было у нас каких-то палочек, комков. Так вот. Мы присыпаем все, смотрим, чтобы было ровненько. Еще немножечко земельки сюда добавим. Все у нас ровно. Теперь мы берем и проливаем леечкой эту нашу землю. Вот так вот. Все. Ну и теперь снимаем перчатки. И очень важный настает момент. Это открывание наших семян. Обычно. Ладошку высыпали. И раскладываем так, чтобы нам потом было удобно их пикировать. Так. И сюда. Семена, конечно, маленький, но все равно все это видно. Для того, чтобы присыпать нашу гацанию, мы выбираем не грунт, а вермикулит. Я считаю, что это более пригодный материал для того, чтобы присыпать наши семена. Присыпаем мы не сильно. Чуть меньше, чем полсантиметра. Конечно, это все делается на глаз. На глаз. Главное, чтобы семена были присыпаны. Присыпаны. И наши семена чувствовали себя комфортно. После того, как мы присыпем наши семена вермикулитом, мы берем опрыскиватель. И опрыскивателем достаточно обильно опрыскиваем наши посадки. Мы хотим показать, что все это делается элементарно просто. Берем опрыскиватель, накачали немножко и опрыскиваем. Как будто весенний дождик. У меня такое ощущение. Берем нашу кассету и переставляем мини-парничок. И закрываем. Все. Наш мини-парник готов к тому, чтобы переехать на освещенное место, в теплое освещенное место. Это наш подоконник. Вот мы перенесли нашу гацаню на подоконник. Когда мы высаживаем гацаню на рассаду, света на наших окнах, как правило, не хватает. И выход из положения, это, конечно, вот такие вот специальные светодиодные лампы. Они обладают специальным спектром для растений. В садовой фирме Виктория вы можете также приобрести вот такие светильники-клипсы. Я скажу, чем они очень удобные. Не надо ни городить никакую конструкцию на своем подоконнике. На каждом окне есть ручка, которая предназначена для открывания окна. Эта клипса очень хорошо и удобно крепится в различных положениях для того, чтобы лампа была на нужном расстоянии. И как раз эта ручка всегда находится на том расстоянии, на котором нам надо. Значит, включаем. Есть вот такой выключатель. Все. Все элементарное просто. Я хочу так сказать, что мы продаем различные лампы для различной площади. Здесь уже каждый садовод может выбрать необходимую для себя и по мощности, и по площади лампу. Когда же надо включать свет? Свет включается тогда, когда семена проклюнулись, и их можно увидеть уже проклюнувшимся. В этот период необходимо до светка. Пока у нас рассада не проклюнулась, мы где-то пару раз в день открываем для проветривания буквально на 10-15 минут. В течение недели семена должны проклюнуться, и тут уже в ход идет лампа для досветки. В общем-то, ничего сложного. Каждый садовод может эту процедуру сделать. И я бы так сказал, что когда-то эти лампы были достаточно дорогостоящие. Сейчас это уже не так дорого. Покупается один раз, и на долгие годы хватит вам этой лампы и этого светильника. И вот прошло примерно три недели. Мы видим, что наши всходы достаточно зеленые, достаточно уже пригодные для пикировки. И смотрите, что может быть они не такие красивые. Для гацани это нормальное явление. Они точно разрастутся и будут радовать вас прекрасным своим цветением, прекрасными цветами. А как мы знаем, что особенность, наверное, этого цветка гацани, то, что когда солнышко встает, цветок распускается. А когда солнышко вечером прячется, то цветок тоже закрывается. Зрелище такое интересное, необыкновенное. И, наверное, и поэтому тоже гацанию очень любят наши садоводы. Не только за свою цветовую гамму, насыщенную такую, но и за вот такие вот интересные открывания и закрывания. Конечно же, и за простоту выращивания. Да, гацания любит солнечные места. Я бы посоветовал, чтобы вы ее посадили именно на солнечной стороне. И тогда вы точно ощутите всю полноту красок и полноту красоты этого цветка гацании. А сейчас мы покажем, как ее мы пропикируем. А для пикировки гацани мы подготовили грунт, нашу рассаду, тазик, чтобы здесь работать, лейку, опрыскиватель. И вот такие поддончики, горшочки с объемом примерно 0,2 литра, которые идеально подходят для развития корневой системы гацани. И вот такую палочку. Можно взять карандаш, можно вот такую палочку. Это из суши-бара. Вот японцы едят суши такими вот палочками. Но любой карандаш подойдет и будет тот же эффект. Значит, берем стаканчик. Насыпаем в него земли. Немножко так вот утрамбовываем земельку. Поливаем. Все, земля уплотнилась. Мы делаем небольшое отверстие. И очень аккуратненько, аккуратненько поддеваем палочкой наше растение. Вот на такую глубину мы высаживаем. Палочкой нам очень удобно поправлять. Даже если растение у вас будет лежать после пересадки, это абсолютно не страшно. После того, как она укоренится, оно встанет и будет себя прекрасно чувствовать. Дальнейший уход в гацани это полив. Полив по мере необходимости и подкормка. Как и другие однолетние культуры, мы подкармливаем с помощью водорастворимых удобрений. Это фертика люкс. Столовая ложка разводится на ведро воды. А если вы разводите, конечно, литровую банку, соответственно, в 10 раз меньше. Все. Здесь уже вермикулит нам не нужен. То есть мы садим непосредственно в грунт, выставляем на поддончик. А поддончик в дальнейшем у нас переезжает на наш подоконник. Что касается подсветки, то здесь, да, подсветка нужна. Мы смотрим. Если день пасмурный, то включаем подсветку примерно где-то с 9 часов утра и до 9 часов вечера. Если солнца мы видим, что уже достаточно, то можно, в общем-то, и подсолнечным светом выращивать. Но вот в наших условиях, условиях уральского климата, лампу приходится использовать ежегодно. Я считаю, что у каждого садовода, кто занимается выращиванием рассады, должна быть специальная фитолампа для того, чтобы вырастить именно качественную рассаду. И вот мы распитировали нашу рассаду, перевезли ее на подоконник. И начался процесс выращивания сам. Конечно, если солнца не хватает, мы используем специальные светодиодные лампы, которые предназначены для растений, если света не хватает. То есть он таким светом специфическим, ну, как бы, необходимым для растения. Полив заключается при необходимости. То есть мы смотрим, если почва наша высохла, то есть мы берем леечку и проливаем. Но я еще расскажу, по необходимости переливать абсолютно не стоит. Удобрять тоже где-то примерно раз в неделю. Ничего сложного в выращивании рассады нету. Но если вы вдруг уехали и не было возможности полить, у вас рассада не получилась, не переживайте. В садовых центрах Виктория вы всегда найдете качественную рассаду Гацании. Мы приглашаем вас как за семенами данной культуры, так же и за специальными фитолампами в садовом центре Виктория. Это есть и на нашем сайте sc-victoria.ru есть специальные лампы. Ну и конечно же в наших садовых центрах данная рассада в весенний период будет вас ждать и подарит вам массу незабываемых впечатлений летом, когда данный цветок будет цвести и цвести действительно яркой радугой красок. Всего вам доброго уважаемые садоводы, хороших вам урожаев.